Доброго времени суток, котаны! Хочу порекомендовать вам сайт grizzle.ru Новое имя на рынке игровой валюты, наборы поставщиков Black Desert и других ММО Все контакты для связи в описании видео Доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Юга и это 8 выпуск шпаргалок по игре Black Desert Online В 8 выпуске я бы хотел вам рассказать о перекрафте оружия и брони Все, что с этим связано, нюансы, легенды и вообще все-все-все Ну что, поехали, ребят? А давайте теперь перейдем к перекрафту Итак, что вы должны знать? Во-первых, в каждом городе находится цеха по производству той или иной брони или оружия На данном конкретном примере в городе Киплан я остановлюсь Почему? Потому что здесь перекрафчивается оружие Юрия Оно сейчас очень популярно Его юзают абсолютно все PvP-шеры и PvE-шники Большой минимальный-максимальный дамаг, доп. урон по людям Очень качественное оружие и, соответственно, очень популярное Что вам для этого нужно? Открыть интерактивную карту и выбрать в разделе цеха тот именно цех, который вам нужен Это луки, мечи или топоры У меня тут, собственно, уже открыты топоры, поэтому я выберу лук Соответственно, вы здесь видите, вот они склады трех уровней Вам нужно открыть, если вы планируете качать до голдовы, соответственно, второй уровень цеха Итак, чтобы гораздо быстрее не по одному открывать, смотрим полные условия покупки И видим полное количество очков комплексной сделки Минус 8 очков влияния Нажали, у вас открылся бут, все у вас проапгрейдилось Соответственно, здесь, в цеху, когда он у вас уже открыт, у вас есть уровни Каждый уровень этого цеха влияет на грейд оружия, а на конкретный результат, который вы получите В первом варианте, в первом уровне цеха, при использовании камня Точнее, при использовании печати улучшения оружия первого уровня Выпадают рандомные статы И это важно знать Соответственно, у вас может выпасть абсолютно рандомный Один абсолютно рандомный топор Юрия С различными статами Вы к ним, соответственно, не можете ничего сделать Именно вот, выпадет у вас на скорость атаки Будете ходить, выпадет, скорость атаки и крит уменьшится Физический дамаг Ну, то есть, самого топора или, допустим, просто на крит Соответственно, печать улучшения первого уровня И это важно Позволяет перекрафтить оружие, но с абсолютно рандомными статами И теперь перейдем к печати второго уровня Соответственно, чтобы ее использовать, вам нужно открыть второй грейд цеха Здесь, во втором грейде цеха, вы, во-первых, можете выбирать Какое-либо вам нужно оружие Это или, допустим Топор разгрома Юрия Или топор самоазно Юрия Соответственно, прикладывая топор уже грейженого синего или зеленого цвета И апгрейдить его на максималочку Для апгрейда я вам советую использовать специалиста гоблина Или хотя бы специалиста человека В общем, в принципе, любого рабочего выше специалиста Соответственно, этим самым вы повысите свой успех в грейде оружия Хотя уже по различным источникам говорят, что... Говорилось, точнее, на Корее, что довольно-таки очень сложно И да, действительно, оружие может откатиться назад Это важно знать Соответственно, если вы ставите грейдить синее У вас может случиться два варианта Первое Оно останется с таким же качеством Точнее, три варианта Три Оно останется абсолютно таким же качеством Оно откачется до зеленого Или оно станет золотым Ну, что мы, в принципе, и хотим Соответственно, первая печать статы Получается рандомно Абсолютно так же можете использовать зеленое, синий, голдовое оружие После голдового, я не знаю, существует ли сейчас на данном патче перекрафт Но до голдового оно крафтится это 100% Второй, второго уровня печать Вы выбираете сами, какой вам нужен именно топор, лук По статам То есть два стата, один стат И крит, или, допустим, скорость атаки Соответственно, так же и с голдовым Это что касаемо перекрафта Теперь сопутствующее здание, которое у вас должно быть здесь открыто И если вы собираетесь делать все вручную А не покупать уже готовые печати на аукционе Для создания печати и улучшения оружия или брони Вам нужно открыть так называемый перерабатывающий цех Первого и второго уровня Соответственно, печать первого уровня крафтится в цеху первого Печать второго во втором Теперь по поводу ресурсов Ресурсы на эти печати, в принципе, вы можете скрафтить сами Если осваиваете ремесленные навыки Но если у вас нет ни желания, ни времени Но у вас есть достаточное количество денег А поверьте, оно у вас есть Хотя бы по той простой причине Что себестоимость синего камня Примерно равна около 250-300 тысячам серебра А зеленого около 100 тысяч Крафтятся они довольно-таки очень просто Вам также нужно зайти в меню управления производством Все ресурсы на камне у вас должны лежать на складе Здесь они вот показаны абсолютно все Для печати улучшения брони и для печати улучшения оружия Также и для второго грейда Соответственно, вы закладываете все на склад Вы отправляете рабочего Он вам в крафте В течение трех часов происходит перекрафт В среднем камня второго грейда В течение двух часов происходит перекрафт первого камня Точнее, создание первой печати улучшения Так вот Есть еще самый простой вариант Что печать выставляется на аукцион Но по моему опыту Я пытался купить печать второго уровня И я ее там примерно ждал в течение часа Ее там не выставили Я просто пошел, скупил все ингредиенты Я открыл себе перерабатывающий цех За это время поставил рабочего Он у меня сделал камушек второго грейда Я думаю, придет время Я положу свой топор И уже потом попробую его перекрафтить до золотого На свой синий топор я перекрафчивал с помощью камушка зеленого Ну, просто вообще ради эксперимента Как это вообще все работает Вот этот рандом Рандом мне выдал стат плюс одну скорость атаки Соответственно, у меня там сейчас 5 скорости атаки И я особо не заморачиваюсь Ну, там даже по итогу 6 Ну, в принципе, нормально Вот это тот момент, при котором вы должны знать Что, соответственно, если вы уже поставите все производство на поток И в ваших броню и оружие Вы должны уже сохранить себе эти перерабатывающие цеха в любом городе Где вы будете перекрафчивать Здесь, на примере Каплана я разобрался непосредственно с оружием Юрия Также в других городах, как Кальфион или Хидель, Аджери Или тот же сет Торитас или Джерас Вы должны уже сами выбирать и сами прокладывать там путь до перерабатывающего цеха И, соответственно, до мастерской, до цеха, где будет крафтиться оружие Хотя, в принципе, если у вас уже производство налажено Я думаю, на самом деле, это безразлично, где у вас будет находиться перерабатывающий цех Как вам будет удобнее Если вам удобнее, там, приехать в Киплан Или, там, в Хидель забрать эти камни И уехать с ними в Киплан кинуть на склад Это тоже не проблема Соответственно Подытожим Итак, что мы за сегодня узнали Первое, что обязательно точить оружие и броню до того момента, когда вы заточите их на плюс 15 Так как экономически невыгодно точить ни оружие, ни броню, когда оно не максимальной заточки Второе, что при выборе цеха оружия вы должны, как минимум, прообразить его до второго левла Третье, цеха по переработке также грейдится до второго уровня для создания камней Для создания печати для крафта оружия и брони Перекрафта оружия и брони первого и второго уровня Что важно знать? Такие маленькие нюансы Оружие и броню, когда вы поставляете на перекрафт Вы должны извлечь абсолютно оттуда все камушки Соответственно, из оружия, из брони при помощи вызова духа Вы должны зайти в пункт инкрустации и достать, удалить эти камни Это, ну, без этого у вас, собственно, не получится перекрафчивать Внимательно знакомьтесь с количеством мута, которое вам понадобится для крафта печати Они у вас должны быть в абсолютно ровном количестве лежать на складе Так же, как и оружие для перекрафта В принципе, вот и все Все гораздо проще и несложно, чем когда-либо это было Так что смело перекрафчивайте ваше оружие Становитесь сильнее, становитесь, так сказать, жестче Я надеюсь, это видео было полезно для вас И вы что-то вынесли для себя новое Перекрафт оружия – один из важных аспектов в этой игре Он вам жизненно необходим Поэтому, если понравилось, обязательно поставьте вот такой большой палец Расскажите об этом видео своим друзьям и сагильдийцам И так же, не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые шпаргалки И самое главное Мои стримы продолжаются идти каждый день На Гудгейме у нас появился премиум статус Соответственно, можете меня поздравить Я стал премиумным стримером Да, такая вот минутка ЧСВ Что это значит? Это значит, что вы можете зайти ко мне на канал на Гудгейме Подписаться, и у вас будут привилегии В стрим в высоком разрешении, в высоком качестве И там много всяких разных плюшек Так что, милости прошу на Гудгейме Про Твич также не забывайте Если вы его используете Нам тоже там нужно премиум Уже, соответственно, на него К нему идти Подписывайтесь там на канал Обязательно ждите новых трансляций Новых шпаргалок и новых видео Всего вам доброго И постигайте мир черной пустыни вместе с Юга Шоу Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok